Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я хочу поделиться с вами еще одной такой очень интересной ссылочкой по изучению иностранных языков. С помощью этого сервиса твое изучение иностранных языков будет прогрессировать с колоссальной прогрессией. А речь идет именно о программе Ешко. На этом сервисе вы сможете изучать такие иностранные языки, как английский, польский, французский, итальянский и многие другие языки, а также другие тематики. Плюс ко всему, вы сможете скачать первый урок абсолютно бесплатно. Поэтому не откладывай на завтра, начни делать прямо сейчас. А ссылка будет в описании под видео. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и это проект Poland Work4U. И в данном видео мы с вами изучим такую сказку. Я покажу вам такую сказку «Лечение овец». Эту сказку мне будет помогать читать одна моя хорошая польская знакомая. Я сделал это именно таким путем, чтобы это произношение было максимально польским. И поэтому я взял именно native speaker, человека, который живет в Польше. Сначала я включу вам запись этой сказки, вы послушайте, а после мы пройдемся по каждым пунктам в отдельности и разберем интересные слова и слова сочетания. Поэтому, если вы готовы, усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, «Лечение овец» первая часть. «Лечение овец» Певен маый баранек о имене Бронек был знан, что любил дуге вечоры. Вбрев засадам, какие панували в жизни овец, баранек не ходил спать по западнику з мруку. Прециј, власть в этом моменте встеповала в него хэть забавы и робления всеки другого по за спанием. Родцы баранка каждого вечера застанавили себя, как уложить его до сну. Певание ко љсанек не скуткало. Прециј. Баранек прићаўсян до спивания и о спанию не было мовы. Оповиадание байек на добра ночам не помогало. На концу каждой байки баранек пытаўсян о далищий јй циуг и замиаст сенны робијсян более жвавы. Где скончулася помысла на усыпије баранка, родцы zwrócилися о помощь до других овец. Зе стада. Овцы приходили, крючили головами, ужалали себя над бедным баранком и дорадали, как умели. Одни пропоновали бы накрыть баранка подвучной коћдеркой, другие бы пил перед снем много млека. Еще другие бы бегал и подскакивал, аж смэчение го знужи. Помыслов овцы miaли без лику, однако не были они скутечны. На концу с порадом пришла найстарша овца в стаде. Дуго разговарала с бронком. По разговору ствердила, что он очень мудрым баранком. Он интересен света, все вокруг него интересует и это именно для того не может заснуть. Овца запропонувала, чтобы перед снем бронек делал то, что он больше любил, то есть учил себя. Итак, мы прослушали полностью первую часть данной сказки. Вторую часть я разобью, сделаю отдельное видео, так как это видео должно получиться достаточно ёмким. Итак, лечение овец. Подсчет овец. Итак, первое предложение. Один маленький барашек по имени бронек был известен тем, что любил долгие вечера. Вбрев засадам, какие панували в жицу овец, баранек не ходил спать по западненчу змроку. Вопреки принципам, которые господствовали в жизни овец, барашек не шёл спать при наступлении сумерек. Вопреки принципам, вбрев засадам, какие панували в жицу овец, которые господствовали в жизни овец. Президент. Ващне в теме моменте встеповала в него хэнь забавы и робения wszystkего иного по заспанем. Наоборот, именно в этот момент находила на него желание играть и делать все другое, кроме сна. Президент. Наоборот. Влащне в тем моменте, именно в этот момент, влащне в тем моменте, встеповала в него хэнь забавы. Находила на него желание. Хэньч. Желание. Родители баранка каждого вечера zastанавляли себя, как уложить его до сна. Родители барашка каждый вечер задумывали о том, как уложить его спать. Роджица баранка каждого вечера, каждого вечера, каждого вечера. Застанавлялися. Задумывались о том. Застанавлялися. Застанавлялися. Барашек присоединялся к пеню. Преолончился. До шпевания. Застанавлялися. 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 Одни предлагали накрывать барашка двойным одеялом, другие, чтобы пил перед сном много молока, а еще другие, чтобы бегал и подскакивал, пока усталость его не утомит. Одни предлагали накрывать барашка, пил перед сном много молока, еще другие, чтобы бегал и подскакивал. Помыслов овцы имели без числа, однако не были они результативными. Помыслов, идей, помыслов овцы мали без лику, однако не были они результативными. Однако не были они скутечны. На концу с порадом пришла найстарша овца в стаде. Долго розмавляла с Бронком. Он интересуется миром. Все вокруг его интересует. И именно поэтому он не может заснуть. Все вокруг его интересует. Все вокруг. Все вокруг. И именно поэтому. Именно такой оборот для того, для того, но в Польше оно говорится потому что, для чего-то. Овца предложила, чтобы перед сном Бронек делал то, что больше всего любит, то есть учился. Как вы поняли с этого диалога, здесь можно подчеркнуть достаточно много таких интересных слов. Такие слова можно использовать в своей повседневной жизни. Хоть это и сказка, но здесь есть слова, которые действительно могут помочь вам в повседневной жизни. Как то и одеяло, и молоко, и пить, и спать, и думать, и предлагать, и все такое прочее. Поэтому, кому было полезно это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. А совсем скоро выйдет вторая часть этой сказки. И вы узнаете, как же все закончилось, что же овцы посоветовали Бронку делать, чтобы заснуть. И это все. Всем хорошего дня. Всем пока.